В 2016 году каждый человек хочет иметь очки виртуальной реальности, но они для любого человека стоят очень дорого. Эти очки всего за 15 долларов, еще и в подарок такой пультик идет классный. И сейчас посмотрим, что это такое, узнаем, что это за китайский мутантище. Итак, поехали! Для начала он вот так вот выглядит, вот так вот он открывается. Я думаю, что есть какие-то игры здесь для использования камеры. Вот здесь, по-моему, вход для наушников, для зарядки, для динамиков. Здесь тоже такой же есть вход. Вот здесь линзы, которые можно корректировать вперед-назад, например, вниз-вверх, под каждый размер глаз. Здесь, не знаю, какая-то мягкая ткань. Само изделие выполнено из пластмассы. Это как бы вторая версия очков. Сейчас пультик не понадобится нам. И так оно открывается, сюда отправляется телефон. Так как эти очки для размеров для всех, они универсальные. От 3,5 дюймов до 5,5 дюймов. Я использую вот такую штуковинку, наклейку. Плюс сюда чехольчик еще наклеил. Да, тот самый, Симпсон. И сюда легко входит телефон. Можно легко запустить игру и наслаждаться ею в VR. Еще если подключить наушники, то вообще будет суп. Пультик этот работает по Bluetooth. Там на инструкции написано, что нужно подержать эту кнопку. И он включится. Так, по-моему, есть сигнал. Попробуем VR-бокс. Вот он, чтобы было видно. Сейчас так и раньше. Сбой подключения. Еще раз попробуем. Может, не знаю. Да, есть, 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 есть. Есть, есть. Да, вот так вот он регулирует громкость. Например, в игре, когда вы играете. Эта кнопка выключает звук. Например, если вы не хотите слышно. Этой громкой убавлять, прибавлять. А эта кнопка, не знаю, какая-то ерунда. Она работает только с Android, по-моему, устройством. Вот если, например, на Android-устройство пошевелить этим курсором, он как бы заменяет мышка. Появляется мышка на экране, но на iOS это не работает. Жалко. Мне кажется, что вскоре Apple ставит такой протокол, чтобы можно было пользоваться. Вот эта кнопка. Это как бы кнопка Home. Входим вот так вот. Ой, Siri. Если бы долго подержать Siri, недоступно. Вот так нажимаем, и он выходит. Можно два раза. И открывается наша многозадачность. Поиграл я в них. Извините, конечно, за плохое качество. Фонарей здесь нет. И, ну, вроде бы супер. Даже можно сказать отлично. Свои деньги, они оправданы. Вступайте в мою группу. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.